Впереди 12 километров трассы. Она проходит по кочкам, болоту и по горам мокрая и известная. Но велосипедисты трудностей не боятся. Самый маленький участник под номером 50. Мама бежит за ней. Спортивный фестиваль Первоуральский опен открывает кросс-кантри. Дисциплина с довольно сложной трассой для горного велосипеда. Ее здесь пробуют впервые. Кто-то финиширует уже шагом. А вот 15-летний Дима Забелин приехал одним из первых. Говорит, сложностей не было, только тормоза сломал. Есть пару мест сложных, а так нормально. Там есть еще через речку, мост надо было съездить и перебежать с велосипеда. Эту трассу тестируют и лёгкоатлеты. У них старт буквально через несколько минут. Николай Одинцов демонстрирует свежие раны. Вот упал только что. Это как вот так? Это сегодня так упал вот так. Ему уже 78 лет, но бежать он все равно очень хочет. Хоть и понимает, что в призеры не войдет. Куда ему тягаться с 60-летними? Хотя 5 лет назад в Тюмени он выиграл марафон. Уже такая страсть бегаю. Я дома-то бегаю 5-10. Дома-то тихонечко бегаешь, а здесь-то надо бежать. Первые три места в каждой категории получат неплохие денежные призы. Вместе с участниками готовятся и сами организаторы. Они в призеры не метят. Бегут просто так, для здоровья. Я не профессиональный легкоатлет. Мне больше по душе лыжи. Но шансы. Но в серединке буду. А может даже в первой половине. А вот еще один организатор Игорь Захарченко в этот раз бежать не стал. Он сберег силы на следующий день. Тмурое утро. Понедельник. Льет дождь. Но бегунов это не пугает. Они собираются на юг. В Башкирию. Мы бежим отсюда до горы Большой Ормей, которая в Башкирии. Всего примерно 400 километров пути. Участник разбит на 6 дней. Самая короткая дистанция порядка 50 километров в день. Самая тяжелая более 90. И всю неделю будет лить дождь. Но они уже люди привыкшие. Уверяют, что так даже хорошо. Погода вам подсортила. Классно. Бежать только бежать. Так что мы желаем вам удачи. Добежать до самого конца. Всем добежать. Главное, чтобы кроссовки были в дырочку. Быстро мокли и быстро сохли. Те, кто собрались бежать марафон, занимаются бегом уже много лет. Впервые Уральск на старт они приехали из Верхней Пешмы, Перми и Екатеринбурга. Мастер спорта международного класса Олег Харитонов вспоминает. Погода сегодня такая же, как в 2002 году в Лондоне, когда он установил рекорд в беге на 100 миль. Как вы вообще-то готовитесь к этому? В принципе, хорошо все сложить в голову. Вот так вот компактно, чтобы не зайти с ума. От самой мысли того, на что ты решился. И все. Я, конечно, не безумец и не сумасшедший. Я прекрасно понимаю, насколько сложно будет на этой дистанции болото, горы. Там такие виды прекрасные. Меня вот это посвящает, виды Лужного Урала. Оно все будет меня просто открывать. Я хочу летать. На старт, внимание, марш. Марафон начался. Бегут не спеша, экономят силы. Ведь финиш почти через неделю. Где-то там, далеко, в Башкирии. Александра Поддубная, Владимир Махмутов, Интера ТВ.